Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. В Джавахе открылась новая школа для шести учеников. Введутся работы по развитию горного туризма в Арцахе. Турция приступила к сооружению военно-морской базы на Черном море. Израиль инициирует четырехсторонний альянс против сближения Турции и России. Financial Times прогнозирует снижение темпов экономического роста в Турции. Впервые в Уаджике женщина-кандидат на пост главы деревни. В Москве установят памятник Шарлю Азнабуру. Торжественная церемония открытия новой школы по европейским стандартам состоялась в селе Апни Ахилкалакского района. Чтобы добраться из Ахилкалака в Апнию, нужен минимум один час. Причина не в расстоянии. Это всего 23 километра. Проблема в плохом состоянии дорог. Новая школа сине-белого цвета является одним из самых выдающихся зданий в регионе. На церемонии открытия сельской школы присутствовали президент Сакребулу Ахилкалаки Нейри Иритян, руководитель образовательного ресурсного центра Ахилкалаки Тереза Чевчан, директор сельских школ Гогашен и КАРПЕС, жители также села. Честь перерезать красную ленточку была оказана шести ученикам школы и руководителю ресурсного центра. Говоря о развитии горного туризма в Арцахе, в беседе с корреспондентом Арцах Пресс об этом заявил начальник управления по туризму Министерства культуры, молодежи и туризма Республики Арцах Артак Григорян. По его словам, в этом отношении ландшафт Арцаха позволяет сделать вывод, что страна может занять свое уникальное место как направление для приключенческого туризма. Кроме того, почти все основные направления альпинизма связаны с историко-культурными особенностями региона, такими как монастыри, крепости и различные легенды о них, которые могут сделать восхождение на гору или походы более захватывающими. Это, в свою очередь, привлечет туристов с различными предпочтениями. Министерство обороны Турции приступило к сооружению военно-морской базы на Черном море в районе Трабзона на северо-востоке страны. Об этом во вторник сообщает РИЭ Новости со ссылкой на турецкие СМИ. Отмечается, что это будет уже девятая по счету база турецких ВМС. Согласно плану, на базе будут работать 400 военных и 200 гражданских специалистов. Сейчас Турция располагает военно-морскими базами в Мерсине и Скендеруне на Средиземном море, в Агзазе и Фочее на Игейском море, в Гельджигюке и Мраморном море, в Эреглии на Черном море, а также в Стамбуле и Чаканале, в районе проливов Босфор и Дартанеллы. Президент Арменак Абрамян решительно осуждает это неуважительное отношение к суверенитету Западной Армении. Эта военная база, построенная на оккупированных территориях Западной Армении, противоречит нормам международного права. Во избежание путаницы Арменак Абрамян напоминает, что Западная Армения является государством, которое заявило о своем нейтралитете. Турецкое правительство, как всегда, отрицает нейтралитет Западной Армении, поскольку оно отрицает все права Западной Армении и ее армянского населения после геноцида против армян. Президент Арменак Абрамян также напоминает, что Западная Армения ратифицировала Конвенцию ООН по морскому праву и протоколы к ней, которая была принята ООН 10 декабря 1982 года и 9 августа 2016. Напомним, что 29 декабря 1917 года Советская Россия приняла декрет о турецкой Армении, Западной Армении, и по этому декрету право армянского народа на самоопределение и в дальнейшем на независимость. 19 января 1920 года Верховным Советом Союзных Держав де-факто 11 мая 1920 года де-юре во время конференции Сан-Рема была признана независимым и суверенным государством. 22 ноября 1920 года президент США Абудра Уильсон начертил границы Армении. Следует отметить, что Западная Армения не была признана ООН из-за ее оккупации Турцией. Напомним, что в 1894 по 1923 годы на оккупированных территориях Западной Армении коренной народ Армении подвергся геннации до тремя турецкими правительствами. Следовательно, игнорирование международного права является основополагающим принципом деятельности Турции, пока это право не будет интерпретировано в ее пользу. Сближение Турции с Россией нанесло большой ущерб Израилю, который ищет антикризисные программы. По данным израильского телеканала, Израиль пытается создать геополитический альянс США-Израиль-Греция-Кипр, чтобы бросить вызов альянсу Россия-Турция. Через несколько часов после встречи премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху с президентом России Владимиром Путиным Тель-Авив объявил, что Израиль намерен вступить в союз США и создать геополитический альянс с Грецией и Кипром против альянса России и Турции. Переговоры о следующей встрече четверки уже начались с премьер-министрами Израиля Греции и Гипра, а также с госсекретарем США. Телеканал КАН заявляет, что посредством этой встречи Тель-Авив пытается убедить Фашингтон предоставить официальную поддержку новой оси Израиля Греции и Гипра, которая также носит название «Демократическая оси на Ближнем Востоке». Согласно тому же источнику, США рассматривают возможность организации военных учений в Средиземном море, а также в различных сферах сотрудничества между странами новой оси. Рост американского присутствия на Кипре беспокоит президента Путина. Министр иностранных дел России недавно заявил, что военная позиция США на Кипре не останется без ответа, сказал КАН, ссылаясь на международных аналитиков. The Financial Times публикует пессимистическую статью об экономике Турции. В статье также затрагивались экономические показатели, опубликованные Турецким статистическим институтом, вчера, согласно которым в 2018 году в третьем квартале в стране был зафиксирован только 1% экономического роста. Кризис турецкой денежной единицы привел к повышению уровня инфляции, в результате чего экономический рост замедлился в третьем квартале. В результате существует вероятность того, что в стране может начаться экономический спад, пишет британская газета. По словам источника, этот экономический спад является крупнейшим после попытки переворота 15 июля 2016 года. По данным Financial Times, в 2019 году экономическая активность Турции резко замедлится. Международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует Турции экономический спад на 2% в 2019 году. 24-летняя Шилан Аслан, молодая жительница деревни, кузак Водваджики, была выдвинута кандидатом на выборы глав деревни. Кандидат отметил, что будет уделять большое внимание защите прав детей и женщин. В сельской местности женщины не могут проводить много времени со своими детьми по причине работы. Шилан Аслан уверена, женщины могут работать в любой сфере. Мы, женщины, должны прежде всего верить в себя, отметила она. Музыкальные композиции шансонье Шарля Азнавура, возможно, вскоре будут звучать из Московского международного дома музыки «За Москворечье». В случае, если памятник исполнителю появится во дворе учреждения. Пока власти города проводят опрос среди жителей, где лучше установить монумент музыканту – на Космодемианской набережной или в парке Зарядье. Как рассказал московскому комсомольцу президент Жавахской диаспоры в Российской Федерации Агаси Арабян, идею появления памятника в центре города одобрили в Москордуме. Но чтобы окончательно определиться с эскизом, необходимо выбрать из двух вариантов локации. Сам монумент будет выполнен из бронзы и сделан на деньги армянской общины. Если нам дадут место во дворе дома музыки, то мы рассматриваем идею включить каждый час или несколько раз в день на несколько минут произведения Азнавура, комментирует Арабян. По его словам, если же памятник разрешат поставить в Заряде, что предпочтительнее, то он появится напротив входа в концертный зал. Азнавур все детство провел в русской обстановке. Его родители говорили по-русски, и он очень любил приезжать в Москву. Этот монумент станет местом притяжения и символом российско-французской, российско-армянской и вообще многонациональной дружбы, отметил он. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию сосун, шатахи, разную пашу. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Полная версия видеопоставлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром.